На огневой рубеж выходят как в одиночку, так и группами. Сегодня бойцы спецназа отрабатывают не только мастерство ведения огня, но и взаимодействие во время боя. Пока гранатомётчик заряжает оружие, напарник прикрывает огнём. Отличительная особенность таких учений заключается в универсальности отрабатываемых упражнений. Сегодняшние тактические наработки можно применить в любых условиях. Вплоть до городского боя, вплоть до задержания вооружённых преступников, также это может отрабатываться, применяться на практике общевойскового боя. Конкретно определённых ограничений в данных занятиях нет. На огневой рубеж выезжают машины разведки. Во время условного нападения бойцы спецназа группируются за бронемашиной, укрываясь от снайперов, после чего уверенно идут в атаку. В учениях принимали участие и женщины. По словам специалистов, в группу захвата они не пойдут, но на роль снайпера подходят идеально. Практика многих лет показывает о том, что девушек-снайперов было очень много во время множества войн, и они неплохо с этим делом справляются. Они более, честно говоря, может быть, в какой-то степени холоднокровные, и поэтому выполняют свои задания, свои хорошие. Во время учений бойцы спецназа не только повышали свои навыки ведения боя, но и опробовали некоторые новшества в вооружении. Каждое упражнение отрабатывалось тщательным образом. Упражнения выполнялись в индивидуальном порядке от простейших для отработки индивидуальных навыков стрельбе на быстроту, точность выполнения их, также отработки моторной памяти по смене магазина, внимательности стреляющего и выполнение отдельных элементов перебежек, преодолений препятствий. И также в групповом порядке комплексные упражнения с участием элементов всех предыдущих. Специалисты отметили, такие занятия в подразделениях проходят регулярно, но несмотря на высокую степень подготовки, каждый боец надеется на то, что свои умения на практике применять не придется.